ПЕСНЯ Господи Иисусе Христе, Сын Единородный и Безначального Отца, Ты сказал предчистыми устами своими, без меня не можете делать ничего. Господи, веруем в Твои слова. Помоги нам сие дело нами начинаемое в Тебе самом совершить. Не дай нам уклониться ни направо и ни налево от истинного понимания смысла слов в Писании. Дай нам быть не только слушателями, но и исполнителями слова. Тебе, Божья, хвала! Тебе слава! Честь и поклонение Отец, Сын и Дух Святой! Аминь! 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 Запрещается человечество. Рано откроется, а тогда не бегут, шагом бегут. Если ходить не ложь, убери сестру, держи двери потихоньку. Так, пошли. 2 Коринфянам, 8 глава, 7 стих. Я напомню, что здесь обращается Павел к коринфянам. Да, приводится к примеру другие церкви, которые обильно давали милостыню. И вот с 7 стиха вот это продолжение этой речи. То есть он упомянул другие церкви, там, македонскую и другие. И дальше, 7 стих. А как вы изобиливаете всем веру и словом и познанием, и всяким усердием, и любовью вашей к нам, то изобилуйте и сею, сию добродетелью. То есть милостыню. Полкование. Сию или сею? Сию. Сию. Сию, значит, опять. Увещаясь похвалами, говорит, так как вы все прочие имеете с избытком, то и в этом деле. И не только подайте милостыню, но подайте ее и с избытком, что означает или то, чтобы они превозрошлись македонянам, или чтобы просто были щедрели. Верую. Они обладают. То есть дарами веры. Несомненным. Словом. То есть словом мудрости. Познанием. То есть познанием догматов. И всяким усердием. То есть ревностью, впрочем, добродетельным. И любовью вашу к нам. И добрежды сказал, что вы доказали титу любовь свою ко мне, ревнуя по мне. Восьмой стих. Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. А хотя бы дать куплет запроши. Да. Абзац. Вам надо спросить, как понимают. Как употребляют жизнь. Мы не просто голову набиваем в знаниях. Есть такая подаводка, давай-нибудь. Все. Глубно бежит как земной шар. А сердце как песчинка. Итак. А каких дарах надо ревновать? С избытком. Вот конкретно. А деятельность? По отношению к себе. Вот это называемое срапалятое событие и так дальше. На сегодня где-то. Вот у меня на сегодняшний день именно такой вопрос стоит. Давай. О деятельных дарах. Деятельных. То есть не о созерцательных, а о деятельных дарах. Ну, чтобы реально соблюдать стандарты спасения. Что, допустим, это тот, кто о своих, о домашних не печется, а отрехся от веры, кужи неверного. Ну, и другие стандарты спасения, которые Господь в Слове Божьем сказал. Ну, о деятельности. Деятельные. Ну, то есть деятельность должна быть. Но тут вот конкретно он говорит. Вот здесь о конкретной одной добродетели говорит. Дело в том, что надо заботиться и о детях, которые подрастают. А если нету? Ну, и будут. Если ты надеешься на Бога. Почему для них заранее не заготавливаете? Вот меня упрекали. Да не упрекали, а просто как бы с удивлением. Везде гигантизм. Что такое за слово? Гигантизм? Гигантизм. Что бы я ни делал, где бы ни был, везде начинается говорить гигантизм. А я не считаю это, потому что если ты живой, заботится о том, кто рядом. Вот меня арестовывают. Пять экземпляров антипелага УЛАГ. Зачем вам пять? Статья гласит для распространения. Я не могу сказать не для распространения. Ну, не буду же опять смотреть. Одной хватит. Они меня на этой статье душат. Да, я должен согласиться. Вот сегодня вы, некоторые только недавно пришли, у нас есть книга, на которую я собирал материал 40 лет. Она одна такая. 480 страниц. 480. Называется «К истинному православию». Само название говорит не «Истинное православие», а «К истинному». И вот здесь начинается, что такое Библия, отношение к ней, покаяние, семья, сон, там «Извай в Господь от пьянства». На все отдельное, там в основном это Библия говорит, святые отцы, каноны, жития святых. У меня только связующие слова где-то. Я заказываю их тысячу экземпляров. Мне зачем тысячу-то? Но когда узнали, что в этой книге, и по ней стали диссертации защищать, в патриархии, на меня написали из Германии. Я, может, сам не оценил еще. Сколько там всего сказано в семейной жизни. Ты нигде этих материалов не найдешь. Рельщайшие просто. Кончилось. Я заказываю сам по себе один бодрствователь. Три тысячи экземпляров. И три тысячи подходят к концу. И сейчас готовим уже новые, появились материалы, к ней приложить. Новые. Не были и войны Ельцинского, о Крещении и другие. То есть она будет больше, чем в два раза толще даже. Те, которые были, 480 страниц. Ну, там фотографии есть. Я не мог два посылать человеку. Это Елена уже тут так просит. Да у нас люди обратились. Там оно затрагивает буквально всех. Слова прожигающие. Зачем мне столько? Я не воспользовался тем, что я сдаю ни грамма. Это любой знает где-то. Тысячу и три тысячи. Сейчас речь идет об издании, переиздании. Пять тысяч. Я захватил с собой примерно 17 пакетов. А пакеты, они завязаны на типографии. Восемь. Нет. Сказал, я привез сюда их. Привез за тех, которые уезжают. Объявил. Никто пальцами пошевелил. У вас что, все время бездетность будет? Ценность, что ты примирешь к Богу. Вот я и дети мои, которых дал мне Господь. Мне пишут чуть не каждый день. Мы считали, натолкнулись на вас. Мы всей семьей считаем вас духовным отцом. У меня столько этих свидетельств. Что это невозможно. Ни у Папы Римского никого, наверное, нет. Которые искренне уверовали. Как пишет доктор богословия Павел Бачков. Через мой труд пришли тысячи людей в православие. Вы куда их денете, когда в другом обвиняете? Почему никто не просит? Я привез материал. Дальше. Новый завет вот этот. Последние примерно уже два года мы отдельно никому не выставляли. Только полным комплектом. А сегодня можно взять. Можно взять и не один экземпляр. Я привез, они стоят около холодильника. Никто не спрашивает. Не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти. Хоть одну хотел бы душу, сноп один в руках нести. А то что вам нужно? Куда-то деть вам деньги нужны, спрашивают. Да, деньги нужны. Будет переиздание. Игнатий Тихонович, я в мае выписала на 75 тысяч книг. А, вот Марина Якимовна, она в мае еще на 75 тысяч выписала книг. Уже. Здесь люди приехали, которые уже все имеют. Мне нужен главный доступ. Вчера Алина послала мне слово, говорит, этого не было. Два месяца уже как. И ни одного запроса нет. У нас в основном, когда полный комплект выходит, он 51 тысяча. И мы восполнили на издание. Следующая расходится, а это последняя. Я, видимо, уже больше переиздавать не буду. Хотя, для слова Божия, не туз. А так, ключ ко всем книгам. Она из документов состоит. Еще раз объявляю материалы эти, я завез сюда. Приходите, берите. Скажи, денег нет, потом вышлишь. Ты вложи в свое положение. Вот оно стоит 1100. 8 штук, 8800. Пачка. Для человека, работящего 8800, это не вопрос. А когда их 10, это уже дальше пойдет. А сколько это будет? Сколько будет, не будет, надо брать. Мы в Можайске издавали. Только за подвоз заплатили больше 200 тысяч. А у меня ничего вообще нет. Минимальная пенсия бомжа. Мне не давали работать. Мне известно, охрана. Так, вот сейчас просчитали. И в этом себя покажите. Покажите, в преизбытке, чтобы было. А у вас в преизбытке? У меня в преизбытке. Это я любому покажу. Контейнер там один стоит, наполненный где-то. А какое замещание? Кому-то подарим, кому-то что-то. А дальше сами смотрите. Вот я как смотрю на то, что он здесь говорит. Я вот, потому что проходим. Преизбыточествуйте тем, что люди знали. Тут они будут рядом, они с голоду не умрут. Приезжают. А мне можно достать? Можно. К тебе обратиться можно, а у тебя ничего и нет. Поэтому имейте с избытком. Крестную православие и толкователь полный на весь Новый Завет. Мы его переиздали. Переиздали. Прямо совсем недавно. Мы сильно молились, просили. И проповедь в стихах тоже практически уже скоро изданы будет. Десять экземпляров мы получаем. Так. Все. Второй Коринфянам 8.8. Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и ваше любви. Покрование. Пусть не принуждая вас и не делая вам насилия, то есть для того хвалю македонян, чтобы через их усердие показать вашу любовь к бедным святым более засохвальной и более блистательной. Кто-то помогал. Как? Волод. Голодомор. В Иерусалиме. И Павел собирает. Допустим, я хитрость убрал. Так, сказал все, чтобы деньги дали. Но воспользовался ли я этим? Дальше он оправдывает. Или перед вами только оправдывается, не перед Богом, раз я этим все говорю. А я хочу быть соучастником. Ну, что спрашивают, когда здесь работы, допустим, нету? У другого где-то есть. Но все равно помогают. Но мы уже нацелены, ну, сейчас, чтобы выкупить та книга, которая была, 30% доплатили. Ну, там 500 экземпляров всего будет. А дальше, что больше миллиона платить надо сейчас, чтобы выкупить книги наши? Миллиона! А там мы заплатили что-то 6, что ли, миллионов. Это не просто так. Это уже все позади. Одна душа придет к Богу через это творение святых отцов с комментариями. Оправдается все, твоя жизнь может быть. Поэтому более активно смотрите на то, что мы делаем. Все с избытком. Не только сейчас. А кто-то обратится, а я иметь книги нет. Я ему дал, или там купил он, а одну отдал, теперь сидит. Нет. Да если у тебя ревность, ты не отдашь никак. Люби ближнего, как самого себя, но не так, что его люби больше себя. Такой заповеди нет. Три человека на земле, которые говорили, лучше меня от лучей Господи, но их нет. Говорили сами не зная, что. Вопрос. Молчать. Кто это говорил такое? Лучше меня историю из книги жизни, но... Апостол Павел. Как он говорит? Апостол Павел. Так. Где он говорил это? О ком? О любви. О евреях. Так. Еще кто говорил? Моисей. Моисей. Как он сказал? Кому? Почему? Двойка. Дальше. Говорите, кто знает. Серафим Саровский. Да. А о ком он сказал так? О русском народе. Серафим Саровский. О русском народе. И о священниках. О священниках. О священниках. О бактериях. Да. Потому что говорили, не зная, с чего говорят. Как-то. Ю запиши, а меня, который прожил в Духе Святом, и в ад отправь. То есть, ты руку положил. Ложи на огонь. Ну, сюда не надо ложить. Хотя бы один палец. И ты узнаешь, стоит ли это говорить. Никто из говорящих ничего не испытали. Но ревность показали. Показали? Но мы это берем, но повторять не смейте такое. Лучше пусть он обратится, пусть его грехи на мне будут. Ян Богослов такие слова сказал своему духовному щаду, которого оставил. Он такой перспективный был. И когда вернулся, он говорит, ну как там мой этот, кто, Павел или кто-то. А нету его. Как нету? Ну, он ушел. Да куда же он ушел? Очень стыдно говорить. Он разбойников узнал и к ним ушел. Потому что, а тот говорит, да не просто разбойник. Атаман разбойников. Людей убивают. А где? Да вот там его видели отсюда, там-то под Барнаулом. И он туда, старец, поволокся. И наткнулся на него. Вот как увидал его, разводник-то, атаман-то, да как рванул, бежать. Он говорит, чадо мое, стой! Я грехи твои знаю, положи на меня, Господи, его грехи. А ты освободись. Он не знает, что говорил, но показал ревность. Господь обратил. Мы должны реально представлять картину эту. Его грехи на меня, да где это есть? Что возводить? Кто согрешил, того и погублю, Господь говорит. Мы должны понимать, они сказали это по ревности. А ревность бывает не по рассуждению. А рассуждение-то было бы, а оно все по-другому. Смотри, сколько мы извлекаем из этого стиха, каждый для себя, для будущего. Вот я посмотрю. Вот и до дома дойду, дадите, нет. А тот, дай мне, мне тоже дай продают. Я вот такое жду, всплеска. А ничего нету. Девятый стих. Я же не случайно столько привез сюда. Потому что мы готовим это издание. Пока еще только контуры ее, но уже вырисовывается. Вячеслав вам сказал, что многие уже заказали, дома уже лежат у него книги. Вот которые приезжие. Вот которые было второе издание, которые мы пользуемся, другого нету. Мне надо через них получить. Я 17 пащик привез. Пащик. Каждая пащика 8 штук. 8? 8 800. А один экземпляр проповедей в стихах 8 800. А можно вот это, как десятину давать? Спрашивайте. Батюшка, можно давать? Можно. Если десятину больше вас нельзя, там торговля. Вы можете, но эту десятину взятые книги подарить священникам книги. Никуда. Именно на десятину купить, чтобы они двинулись вперед. Что имея последователь, они могли бы дать. Люди приходят с провинции откуда-то, из тайги приезжают, с севера. И вот раз ему книгу, тогда вот читай все. Нет, вот, например, в городе много храмов, да? И можно там каждому батюшке из десятины тут девить. Все вы на недавали. Можно ли десяти? Вот зачем храмов? Только в тот храм, который вы ходите, там, если торговли нету. Торговлю есть, нельзя десятину давать. Это не годится. И книгу можете? Книгу можно. Не книгу, но книгу. Книгу можно, можно. Вот куда ходите, там у священника. На десятину вообще разные книги. А, спрашивают, ну, допустим, она десятину отдаст, у нее много книг. Она может по храмам священникам раздать десятину книги. Книги, да. Которые на десятину купили. Могим так и сказать. Скажи, это я на десятину, и тут очень и очень много. Я скажу, что аналога подобной книги не было еще. Открытым оком, никому не угождая. Это невозможно. В настоящее время. Это головой своей надо пожертвовать. Я много мог бы не говорить. Но в книгах я отвечу. Вот, допустим, патриархом был до этого митрополит. Смоленский и Калининградский. Так? Да. И он отвечает на вопросы к корреспондентам. Я в книге помещаю вопрос, его ответ и показываю, как надо. Дальше. Старобряческий митрополит Адриан. Его беру. Козлов там, он такой знатный, ломоносовый университет преподает. Так. Юрасов Амбросий. И вот так же беру его книга. И показываю. Все одинаково отвечают. Примерно 8-9% правильно, а 91% неправильно. И при том, не то, что я не люблю их или что-то. Я доказываю, где он неправильно говорит. Поскольку он вопреки Слово Божие говорит. А что надо делать? Открывать, не бояться никого. Но там Росий Юрасов, он такой простой был. Я его в глаза обречал, не знаю как. И он все равно приезжал сюда. Теперь уже дело прошлое. Я просто говорю, что как надо. Вот он один раз уехал и 7 лет не приезжал. Я говорю, почему 7 лет-то долго не было? А он алтайский. Здесь не так. Родился. Он говорит, мне на 7 лет хватило то, что сказали. Вот так. Понимаете, на все, когда посмотришь. Но самое главное, это не говорят. И он только сны рассказывает. Бабка какая-то сказала. Зачем тебе это, когда Библия открытая? Ты посмотри, что тут сокровище такое. Но теперь это покажи в реальности. Я показываю как. С избытком, чтобы это было. Чтобы я накормил не 10-20 человек, а 2-10 тысяч. Я про одного считал. Ян Милостивый. И он перед монастырем сядет и сидит. Забыл меня Господь. Отверг почти никого и нету. Как никого нету? Ну всего только 300 человек вчера пришло, накормил. 300 человек он считал, это совсем мало. А сколько? По 3 тысячи с лишним. Каждый день. Пенсии не было. Были люди, которые калеки. Везде он всех подбирал. Он святой. Вот нужно научиться так. Хотя меня обвиняют в этом гигантизме. Но у меня по-другому никогда не было. Если я узнал это хорошее, я буду со всех сторон добывать его, чтобы люди это имели. Паш, доходи до тебя? Не для себя живи. Вот я тебе говорю. Я хвалюсь с Господом моим. Павел собрал деньги, он привез мед. И я взял сразу у него 35 банок по 3 литра. А почему? Накопил деньги. И как раз момент был, когда я не нуждаюсь. Все. И ни одной банки я себе не взял. Я хвалюсь своим Господом. Это благодать Божия. И 35 человек, болящие бабушки, там все получили. Там столько радостей было. Он лекарственный мед, непростой мед. Чистейший. Ну вот ты услышал это дело. Скажи, а я не 35, а 36 банок куплю. Сразу попятился. Так а если по-серьезному, так ты умножить можешь и на одну банку, а больше. И сколько бабушек, которые больные. У нас во всем просматривается, что в нас нуждаются люди. Поехали. Девятый стих. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетой. Толкование. То есть подумайте и размыслите о великом таинстве. И ничего не пощадите. Ибо, говорит, если не веришь, что нищета производит богатство, то вспомни о своем владыке, и не будешь больше сомневаться. Ибо, если бы Он не обнищал, то есть не принял падшую и бесчестную плоть, и не претерпел всякое иное бесславие, и притом для нас, недостойных, врагов своих, то и мы не сделались бы богатыми. О каком же богатстве говорит? О благочестии, об очищении, об освящении и о прочих благах, которые Он дал и дает. Он никуда, Павел, я решил, ничего не знающим, кроме Иисуса Христа. Да кто он такой? Притом уже с пятого, то есть еще тысячу раз ниже. Я же себя не мог защитить, а враги говорили всегда. И Павел говорит, я пришел у вас, он дух гиганта, мыслитель всемирный, философ, ученый, и говорит, решил, ничего не знающим, кроме Христа. Вот поставь себе это, попробуй. Вычлени из себя все, что тебе не нужно. А где днем, какие знакомства, и когда ехал, где. Что польза нам из этих книг? Полезии и прозии. А там у меня стихотворение есть, когда считающие от них не извлекают пользы. И там как беседовали, и там я потихоньку спросил библиотекарше, что-то, она говорит, библия была, но пришел местный князь, парс-секретарь горкома. Ее взял, не записал, и не вернул два срока. Может быть, признал Христа за Бога. Я библию подарил, и потом, как она ночью девчонкой звонила, и как осталась сестрой моей, понимаете, как в поезде я в душе обратилась, а свидетельствовал однажды, на подстегную слажут, четыре человека слазят из Балдары, а едут на заработки шабашкой. Я говорю, у нас еще ничего нету. Ну что ж, ничего нету. Так мы будем знать, будем работать. Я кое-как охватный баллон затолкал. Вот, скажем, зазамбировал. А тут свои родственники. Ну, это все перед Богом. Особенно хорошо надо бороться с самим собою. Определенное время вставать. Минимум на себя тратить. Как можно больше выделить для Господа, для нуждающихся. Как у тебя все по-другому будет. И это, когда войдет в жизнь, тебе уже... Ты понимаешь, что еще особенного тут нету. Нету. Ну, много денег тратится на мясо. Дорогое мясо. Я уже 60 лет, к примеру, в рот не беру. Ну, можно обойтись там без пива, без вина. Можно. Опять ничего нету. И так сам себя везде так проверить. Нет, посмотри. Считаешь. Теперь, что у тебя за квартиры? Сколько? Как? Пускай тебе на квартиру. Кого? Сколько берете? У меня всегда для Бога давал на квартиры. Ну, много. Как правило, девчонки были. У меня племянница жила. И она там знакомая, студентки. И они приходили. И я до липочки обдирал. А как? Очень просто. У меня на питание уходило 11 рублей в месяц. 9.80 или 11. А я работаю в бетонной тачке на второй этаж катать. Селенка была. А теперь эти девочки. Так, вам сколько надо? Они посмотрели, какой был. Договорились вместе. 25 рублей кладем на месяц. Это моя хозяйка. Она тоже столько положит. Хорошо. Месяц-то кончился. А то я где-то там прижимал, остался. Десятину-то отложили. Да еще и от питания отложилось. Опять туда. И у нас очень быстро растет. И тогда начинают. Вот я разговариваю. Некоторые не знают, может быть. Кто у нас? Александр Долгов. Смотрите, руку поднимаю. Александр Долгов. И у меня знакомый был Александр Долгов. И вдруг он исчез. Поехал на заработки. Золотые прииски севера. Это там огромные деньги идут. Пять лет не было. Когда через пять лет вернулся, у нас еще общины не было. А уже мы сгруппировались. Занятия отдельно ведем. Опять идем в сверку, патриархийные. Проходит какое-то время. Пять лет он изъявился. В США где был? На севере. Там деньги хорошие платят. А работает, катапилар называется. Американский трактор. Я правильно говорю? Нет. Название его. Так. Напрядитесь, чтобы не зазмуривайтесь. Я говорю, мы с ворами дела не имеем. Господь говорит, вы меня обкрадываете. Десятину не платил? Нет. А зачем ты нужен? А я заплачу. А сколько? Я не знаю. Садись, подсчитывай. У тебя трудовая есть. Сколько ты получал каждый месяц? За пять лет он подсчитал. Цифра хорошая. Он говорит, у меня на книжке ровно столько. А ты можешь отдать нам ее? Могу. Ему главное быть здесь. Давай. Он снимает книжку, приносит. Теперь деньги никто не видит. Пошли. Северо-западная 144. Отделенные баптисты. А они, барнаульские знают, людей отдают. В Латвии, в подземных где-то казематах, печатают новые заветы. В советское время их, говорит, вертолетами разыскивали. Я говорю, отдашь? Сразу прислите, вроде, до копейки отдали. А теперь пишут, продажа не подлежит, распространяется без возмеза. Саша, за твой счет, Богу слава. Понятно? И в любом месте так. Павел говорит, ну, допустим, я брал хитростью, но воспользоваться ли чем? И теперь скажи, сколько за твой счет Евангелие раздали? Теперь подведи черту. А я не знаю, где печатают. Мы не знали. Но послали. Нашли людей. Так вы дали еретикам. Евангелия нет еретиков. Оно чистое, без толкования. Нам могут это звание дать, потому что потолкование есть. А у них просто Новый Завет как идет. И вот сегодня, сегодня есть люди, которые страдают. У которых ничего нет. Ну, поищите это поприще. Вот мы нашли через книги, через ресурсы наши люди приходят. Вот эта неделя на меня обрушилась, ну, я не знаю сколько. Лет 10 назад, которые были креветы, все подняли. И там Аврора, Венера подписываются. И все против меня. А я не смотрю даже, только чакать. Я гляну, там целая лента идет. Когда какие, кто-то ролики на меня издавали. А роликов против меня примерно 250. Ну, мне нисколько не мешают. У меня хороший аппетит и отличный сон. И все еще не угадаю. Вот так возьми для себя. Оставь след. Не просто наследить в этой жизни, говорит. А след настоящий. Да, здесь человек через брелон ловился. Здесь он прошел по таким отрогам. Его ни один зверь не тронул. Ну, переведи на природные условия. И ты скажешь, и место для подвига есть. И ты даже подвигом называть не будешь. Вот, которые, купайтесь. Там было 40-50 сантиметров. Самая большая глубина. А сегодня 2,5 метра. А сколько работы переделало там? На дороге вот это сами делали. Пришлось. Деревня ни копейки не заплатила. Деньги доставала я. Там несколько миллионов зарыли. В землю. А сегодня можно ездить. Ты найди поприще свое. И ты скажешь, Господи, и оказывается, для меня еще что-то осталось. Все еще не переделанное. А бывает так. Ехали ему с женой. Погибли, священник. Удар такой силы был, что она вылетела через стекло переднее и сразу попала под грузовик. Он то ли отпрещали, не сильно был ранен и умер. Там неделя прошла. Дети остались. Где они? Найди. Узнай. Не к себе детей, а на обеспечение. Сколько требуется, что одеть, где они, кто ухаживается. Смотри, сколько людей таких. И ты увидишь, ты нужен. Без тебя многим будет труднее жить. Поехали. Десятый стих. Я даю на это совет, ибо это полезно вам, которые не только начали делать сие, но и желали того еще с прошедшего года. Толкование. Смотри, как заботится о том, чтобы не быть им в тягость. Совет, говорит, даю, то есть советую, а не налагаю необходимости. Советую же для того, чтобы больше было пользы вам, нежели получающим. Убеждает их уже не ревностью других, но собственным их расположением, говоря, вы добровольно дошли до того же, не только положили начало деланию, но и хотенью, то есть деланию по доброй воле, без всякого внешнего увещания. Поэтому советую вам теперь исполнить свое дело. Понимаете, я говорю из географии, апостол Павел неоднократно разговаривает, говорит об этом, шел, упало, светило, Бог дал, вузок. Почему? Это наглядно сегодня. Я вдруг услышал, что у Иеронима Стридонского есть одно произведение о нравственности священства. Что его свои стали считать предателем, иудой называть. Он рассказал, что в священстве заложено сегодня, сколько. Я нигде не мог найти, но Жан-Зан-Биле в Америке нашел. Я узнал, что там есть эта книга, а на руки не дали. Страшно считать. Он канонизирован. И все это пишет, какие они есть. А какие были, они такие и есть. Не дали даже посчитать. Я от Виктора только узнаю, то у Алпера, посчитал там где-то, Алпера. Вот так. И вот мы считаем сейчас это. Теперь, когда апостол Павел написал это, и получили коринфяне, как они смотрели друг на друга, как они посмотрели на Павла. Некоторые говорили, и он хитрости берет. Деньги, ну, надо ведь это. Вот эта история, она не прекратилась, она сегодняшний день. Да сегодня-то все живут. Во время начала перестройки нигде не было бумаги. В университете учатся, в школе бумаги вообще нет. И мне, Господь, позволил установить доброе отношение с директором типа «Алтайских правды», это главная библиотека, и в отходах лазить и брать, что мне нужно. А раз я сам переплетчик реставратора, а они вот такие листы, я оттуда брал, у меня специальный станок, ручной я обрезаю в станке, вот такие вот переплет делают тетради, такие большие. Ко мне студенты с университета приходят, а они настоящие книги. Ну, я переплетчик реставратора. Два рюкзака и пошли на занятия в университет. В милиции помогал, в милиции пропечатали, у меня книги есть. А это все в ночное время, рано-рано утром. И все это перед Богом, все это бесплатно. И вот я из дома иду, в типографию, там шарик с в отходах, потом делаю, переплетаю и отдаю даром. В больнице, в милицию, в школы, в университеты. Один. Но был не один, потому что директор, он хоть там не был, но он разрешил. Владимир Георгиевич Грохот. Вот как Бог сделал там. Но кому-то где-то как-то что-то не понравилось, они добились то разрешение закрыть, чтобы типографию, туда, куда ссыпают все, а там они их набирают, когда большой такой насос, вот давят их в этой, и птики, теперь отправляют на переработку. Ну и кто-то нажаловался, ну кого-то убирают, это нашли подряд всех. Ну и меня оттуда вымели, как хлам. Ну и больше никто не идет, ну и меня там нету. Я пошел к прокурору края, председатель Кривого Суда, там к губернатору, и отовсюду несу ходатайство. А этот директор сидит на закон, сплотился, да берите, берите, тут уж я сам-то не на своей должности. Да я говорю, еще сидите, взяли штаны, прозирайте. Знаете, штаны у меня было, не знаю, а тут совет директоров. Ну вы знаете, куда он несет бумагу-то? Губерите, куда? Как же можно запретить? Ну сказали всех, ну это антитеррористическая операция была. Ну вы, глядите, кто перед вами. И я прошел, когда я посчитал, 3300 километров. Чуть подальше Москвы, пешком, с рюкзаками. 3300. Чего? Не подходит? Ко второй, к третьей, жене по 5000 километров, а все равно подмажется. А когда для кого-то помогать, так и нету. Лишь, ну поглазу я. Это все только одно, только одно. Я приезжаю сюда, с соседней деревни, приехали учителя, и я их всех одарил этим. Это Бог сделал. Это Бог сделал. И меня вернули туда одного. А почему? Настойчивость. Я пошел собирать ходатайство. И самые важные лица края ходатайства, а директор говорит, да тут завалили меня этими. Ну тоже думать о себе. А скажу, не дам. Ну а дальше еще? Не дальше. Еще будет ходатайство. Ты все время находи такую работу, которая бы привлекала людей. А потом я еду в эту деревню, мне двери все открыты, собирают людей, я проповедую. И тут же сидят учителя, и тут же снимки сохранились. Это наше время, сегодня. Ничего нельзя сделать. Ну ладно, здесь так. А когда на тебя надели уже все, за решеткой, и там каждый день проповедовал, каждый день. Узнал начальник тюрьмы, полковник, Александр Семенович, Соломин. Он говорит, и сразу всплывает это. Он каждый раз меня вызывал в беседу, вызывал вопросов по христианству. Следователь принял троекратное полное погружение. Это Бог делает так. А один следователь КГБ стал священником. Притом не худшим священником. Поэтому ты молитв, открой глаза, вот это что есть, примени его. Да, македоняне там пример брали. А ты сам встань примером. Ты не знаешь, что делать. Ну, участвуй тем, кто знает. Вот у меня есть знакомые такие, они каждый раз спрашивают, а чем нам можно помочь? С чем помочь? Все знают. Я говорю, чем? Да, нам свящают, нужно то-то, то-то сделать, там поехать и прочее. У меня есть такие люди. Почему? Вот это заставляют. Один сидит однажды в житиях святых есть. И сидит голый, зажался, ничего нету на нем. А Евангелие есть большое, он прижал. А кто тебя разделал? Оно меня разделал. На Евангелие показал. Когда просили последнего, ничего не было, я снял одежду, отдал. А потом пришлось Евангелие отдать, дальше перевезли его. Я жизнь я насчитывал, 12 тонн. Понимаешь? Тогда они печатали. А на этом я в том студии создал, одной кнопкой, 10 магнитофонов работает, оставить, то скорость 4,7 сантиметра, слушать, а прогоняет, две дорожки в одном, со скоростью 19 сантиметров. У меня все будело. До Эстонии, до Владивостока, даже до Лжира, кажется, Аргентины доходили материалы. И сколько там было всего? Я могу, вот полное житье, это 40 катушек. 40. Каждая катушка, 8 часов 20 минут. Это ни один не знал. Четыре дорожки. И на все каталоги, как легко найти, они сейчас оцифрованы и находятся у меня в интернете. Я бы так житья послушал, я бы раз, снял счет и скидешь, когда я не знаю, сколько ко мне в гости приходить. То есть, какой бы ты ни был, таланты, я не считаю себя, но люди уже имеют это. Златоустон насчитал, 62 пленки, катушки. Каждая дорожка, 2 часа 5 минут. Данные-то какие? Четыре дорожки, 8 часов 20 минут. Библию сколько считать? В Библии этих, сколько насчитано было? Добротолюбием 5 тому. В Егоре Личенко, 4 книги там по 800 почти страниц. Почему никто этим не занимался? Я только счастье беру. Потому что все время меня как кто-то все время толкает и уговаривает, там голодные люди, печатать никак нельзя. А это нащупал. И вдруг местный архиепископ, потом будет митрополит, Гедеон, Докукер, фамилия его. И он говорит, я хожу с вашими кассетами, по двору гуляю, за время только поста три тома прослушал, а до этого ни одного не прочитал. Представь, какие у нас с ним были близкие отношения. И ты сегодня посмотри, что ты можешь сделать еще? Они просто так, пришел, отстоял, отдремал и пошел. Даже здесь, прополуешься, они не понимают этого. А ты строго изменена это, я живу в последний день. Что я должен сделать? В чем должен измениться? Вы же знаете, вот сегодня я говорил проповедь, был человек, который на меня мог смертельно обидеться. А не обиделась, я уже по глазам видел. Не обиделась. О, это Господь был только сделать так, на ответ по молитве. Хотя, что именно так, все ясно было, что сегодня, кто говорил языком, и так все. Господь положил. Я все время размышлял, а как к ней подойти, как выскочить. И Господь все смотрел. И поэтому я своим еще не могу признать, это не мое. А ты скажи, вот я ездил, теперь подбей, да был потерянки. А что ты получил? Что еще мог взять? У меня книги пришли, приобретайте, пока не поздно. Поехали. Одиннадцатый стих. А все-таки она вертится, да? Кто это говорил? Наверное, Галилея, Галилея. Привыкли. А, ну да, да, да. Он поздно, земельник крутится, подписал, спускался и сказал, и все-таки она вертится. «Совершите же теперь самое дело, дабы чего усердно желали, то и исполнено было по достатку». Толкование. Чтобы прекрасное дело не остановилось на одном усердии, но было действительно исполнено. Ибо как расположение и произволение производят желание, так от имения происходит дело. по ступеням вывел на дело. Вот скажи, я пришел сюда такой, когда-то, вот, говорит, из храма я должен выйти другим. Другим? Если ничему не научился, напрасно топтал два леда у Божия. А вы идите дорогой и рассуждайте. А что я еще могу сделать? А вот как здесь было? А что, как? А не просто так. Еще один стих. Итак, у кого есть тот пусть делает дело. А у кого нет тот сделал дело произволением. Произволением, то есть по полному желанию. Мог делать и делать. И все-таки избрал. Делать. Вот. Еще раз говорю, у меня нет образования ни гуманитарного, ни религиозного, никакого. У меня есть любовь к этому. А которая в районе, у него любви нету, вашей любви нету. Съедающей, ядовитой. Пустая, говорит, наполнена желчью. Сегодня мы считали об этом. Господь дал это. Теперь мы посмотрели. Они получат. Да, получат доброе. Если будут смотреть. Они сейчас кидаются на книги, на эти, что неправильно. Кто-другой, они знают, что здесь существует все периоды. Ну, то есть, мизерные, то есть, никаких знаний нету. Уже не знают, как укусить. И вот это издаем, которые они теперь на книги бросились, на батюшку. Батюшка говорит одному главе, который тут враждует, и скажи, ты будешь таким, как на меня, говорит Игнатий, таким? Никогда. И он таким, как ты, тоже не хочет быть, не будет. И без ответ. Надо согласиться с тем, что есть. Говорит, например, а сами знаете, бочку яга. Акстись, старый, или, астись, а помнись, перекрестись. Если Господь нам это открыл, ты это неси и дальше. А может, он не поймет. Семя Божье, оно оживет. Я считал про это. В египетских пирамидах нашли там семя, какое, может быть, шиничное. Несколько тысяч лет назад пролежало. Создали благоприятную среду и принесло плод. Вот. Я в это верю. Потому что живительная сила у Бога заложена везде. Вот. Но не надо гордость иметь. Это слово-то не наше совсем. Но и пропускать мимо ничего нельзя. Даже упреки. Даже недовольство какое-то. И ты сам посмотри, а могло ли быть по-другому. А как это Бог, если знал, почему допустил. Все время проворачиваю эти события. А могло быть по-другому. Кто-то говорил, я вот начал себя исследовать, в какие годы Господь ко мне стущался. И я не ответил. Как вспомнил, я в 23 года только обратился. Я знал, что Бог есть, нельзя делать то-другое. Отец говорил, хочешь, сынок, пить, пей. Хочешь курить, кури. Но не воруй, в карты не играй. Узнаю, башкотший был. И мозаг отец не угрожает. Он такой и был. Мы как огня этого боялись. И Господь, видишь, как направил. А потом отец покаялся, пришел. 23 года. Сейчас вспоминаю, как ехал я в корме. Кажется, в отпуск дали мне. И сидели стоят со старушкой. Они двое. Я так, видимо, увидел, что читает Гезанбух. Немецкий песенник. Но я к ним приспособился. Да вместе сидели и пели по-немецки. И я их видел. А они не догадались, что я не совсем трезвый. Я теперь все вспоминаю. Думаю, ой, 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 помилуй Господу. А это стул Божий был. Тут у нас жила на повороте сейчас подальше, там, где-то заворачивание на вокзал вот идти. И тут жила Лида Маура. Маура это стена. И она по воскресеньям приходила к нам со своей книгой Гезанбух. Песенник на немецком. И мы вместе пели. У нее больше никого не было. Да мы с тобой к ней не 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 верно. Мы с тобой вместо к ней приходили. Так, погромче. Все хотела. К ней мы приходили и мы ее пели. Может быть и приходили. Она в воскресенье приходила. Петь-то что я могу? Подпевать только. мальчиком. Ну главное что мне было утешение. Я путешествие взял ее и там мы вышли на ветерана и я выпросил Библию для нее. А когда она умерла а дети не верующие я их нашел и стал просить если бы я ей не помог вас бы не было. говорят это у нас память о маме не дали. Видите сколько воспоминаний куда не пойдешь. Почему? Двигаться надо. Мне понравилась проповедь патриарха Кирилла говорит миссия это движение это движение и показал надо все время двигаться на этом не останавливаться. Вот сейчас поговорили об этом какое послание Павла второе в Каринте какая была восьмая 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 а давай еще заберем прочитаем плодом у тебя какое настроение будет то есть и сокровище до дома доезд не растерян что надо работать много скинь от округа разбей вот этот монумент спище и легче расправиться чем со сном я знаю людей которые просто глубоко верующие но засыпают мгновенно и только поднимают руку и уже засну только разбудил исполнил исполнил этот список и поэтому надо бороться с этим платежком установив когда мы умер владелец проходит резко близко кажется и нас обсадили полдиректора а такой вот бит у него был вот у нас недавно в Барнауле был такой показан и он вот так от скамейки при комнате он по ней ходит полотенцем слезы вытирает на животе что он я тебя бабона сокрушу сокрушу потом мне кажется прошло ничего нету сон везу в рот еще не берет а за нами напоминает в окошко через это а вот это чашку выпросил а теперь который подает он подходит с одной раз туда полочка подшал и сидит в этом щеп а еще этого я говорю Балоня ты хоть что-то поешь нет я сокрушу вас бабона и все а то не может быть видишь у нас иногда заходят там едва дышат уже ошибка сломовия не знал как сонах приводился сокрушу я тебя бабона и я видел так так он переписывал столько что у него на руке возились мозоль производственная травма ну что 12 стих ибо если есть усердие то оно принимается смотря по тому кто что имеет а не по тому чего не имеет толкование заметь мудрость как похвалил македоня разумеет золоникийцев что сделали сверх сил от сил не требует ничего сверх сил если говорит имейте усердие подавайте по силам Бог принимает это 13 стих и не не требуется чтобы другим было облегчение а вам тяжесть но чтобы была равномерность толкование выговорит не должны давать сверх сил чтобы другие проводили жизнь в роскоши и удовольствии а вы терпели от того нужду и скор господь похвалил вдовицу что подала все что имела но Павел не делает этого теперь отчасти потому что коринфяне были еще слабы отчасти потому что они были богаты так что если бы подали и по силам то составилось бы большое почтенное и богатое подаяние притом апостол надеется что пример писал никийцев побудет коринфян к большему и потому представляет дело на их волю и в следующих словах незаметно побуждает к тому же к нам приезжали не один раз я говорил уже об этом издатели перевода нового завета может даже и библии новой элросскизы это горно-алтайцы ну а там Булатов Владимир Алексеев Владимирович как директор сибирской как любительского общества сибирское любительское общество и он там приехал говорит нужно закупать технику некоторые люди пущатся в Санкт-Петербурге еврейские языки пущат если можете помогите а у нас полпенсионера ну мало таких мы сразу собрали шестизначных сибирь он приезжает через какого-городка мы еще раз собрали он говорит вы у меня до Дальнего Востока вышли на первое место по жертвенности а там смотреть-то не на что по всей Сибири конечно это чего-то стоит и так услышал это дело начинаю работать в этом направлении вспомни о тех которые ищем милии и Павел все время это почтер кто-то говорит здесь не уверование а добродетели а если у другого больше ну надо будет уметь а как они продавали и мили и ногам опросов плавали ногами не девять июнь не десять июнь платили а десять июнь для нас это совершенно непонятно ну как я все время рассказываю я его не знаю не знаю что там молитвы мне не было понятия о десятине вообще не слыхало но когда сказали Господь заканчивает монахи там вторая третья глава и платит десятину я ответил я не пролью на тебя благодать а мне 23 года вот прикинь работаю на воле перспективная должность занимаюсь высшим рекордом училищей сразу добиваюсь от решения за три курса за год по выбору комиссии на одном из трех иностранных языков этого никогда не было а в то время в душе такая пустота еще это мне не надо и когда Господь коснулся этого что дальше мне делать а вот дальше это делать Господь показал отверстие самого себя с этого начинка а у меня домой разговаривайся скорее буду брать у меня сестры я расскажу о Боге ну и так и было кто-то обратился я десятинек когда услышал ну ревности я знаю если люди у нас ревности но я не встречал чтобы такая была ревность у меня не порассуждение я сразу решил я буду платить девять десяти тысячу заработал девятьсот отдаю и шестьдесят лет так проживу фанатик самый последний экстремист последней степени вот представь себе и поэтому я всегда работаю на двух-трех работах а то не именно чтобы мне хватало девяносто процентов со всего что у меня появляется вот я перед вами не имею никаких таких талантов люди как там говорят а просто ревность такая ревность это мужчина если сидит она со мной иди что-то для себя избери такое и вам тяжело было ну я не могу сказать тяжело ну как-то вошло в это русло я так и считал что необходимо это и поэтому она подали напечатание сам сколько насчитывал покупал мавитаконы все это дарили сколько бабушек было которые обратились я пещи делаю пещи ну делают одну пещу когда бывает два они занимаются и они делают это там 4-5 дней я один прихожу хозяева понимаете в день от пандамента до другой две пещи 300% выработали и все уходило на дело Божие я иду к церкви хозяева платить я говорю мне не надо платить а вы разберите на рубли это 70 рублей у меня 72-месячный оклад был и раздайте нищим всем нуждающим попросите чтобы Александр домой готовился они не знали что я баллся с женицами замучиться его не хватает в стране это первое Александр и второе чтобы Господь услышал эта сатанинская власть рухнула в Советский Союз и Бог исполнил его любовь и поздно да когда я так уже я знаю Горбачев в этом какую роль сыграл я не просто так знаю стал жениться у меня молитва была а у них может быть и не было об этом и когда спущалась переворот в форосе я понимал все идет по струнке к тому еще для молитв а когда молишься и ты имеешь связь с Богом живая молитва от живого человека к живому Богу запомнил а просто так прабармотал пошел упал снул ты не сам даже не слышал своей молитвы а до потолка не нашел а ты так ревна возьмись за это дело я молился об изнании переизнание трехтом и по новому это все молились все пусть отвечают благодарность Богу я благодарю что он услышал ответственность моя вот брат сидит Николай Астахов он там заботился обожайстве как отдать как чтобы не обманули такого и все позади уже на этой неделе примерно в пятницу мы получим проповедь в стихах четырехтом вы его увидите я вскинул кое-кому Николай видел как выглядит там есть на что посмотреть будет 3467 стихотворение по 9 куплетов каждое стихотворение это проповедь в психотворной форме то есть это не то что уникальное оно единственное такого больше нигде нет у Пушкина я взял два или две стихотворения из всего что он написал это пророк там еще что-то ну а все остальное это там Амегин Татьяна Шорохи Платьев там все мурав еще там нет а кто больше всего понравился начинает спрашивать нравился нравился мне нравился рассылка взятого столько же намеков у него национ да на самом первом национ на первом месте он мало жил 24 года всего Симон Якович еврей принявший христианство и лучший короб может быть не лучший но один из самых продуктивных перевозчиков Хвольцин Данил Абрамович еврей закончил что он доктор благословен был где-то в Европе и переводил ветхий завет кажется Киев но люди на себя находили таланты громаднейшие были я с такими людьми знакомился вот как Александр Мей считали как его залудили у меня сохранились еще не опубликованные его проповеди 16 часов слушать то есть у меня материалы еще неопубликованные на 200 тысяч часов несмотря на то что вышло 38 того кг то есть тех лет а в которые встречи не дошли может быть больше этого несколько раз еще я скажу что Бог дает безмерно то есть у Бога настолько все глубоко я сейчас это просчитал опять вспоминая а сегодня как я сумею сделать это ну по возрасту один может сделать это у меня беда какая я застрял на возрасте 30 лет примерно все время со студентами директор детского лагеря 45 лет я застрял где-то на этом я не могу понять что мне 84 года это о ком-то говорят я оглядываюсь о ком говорят я никак себя не чувствовал в своем возрасте вот сейчас работали тогда лопатой там землей это подходит поберегись то другое я уже сначала работать не могу остановиться и за ней день Семаховский пруд там какой был прорыв там ужасно не прорыв а половина обрушилась и вода внесла там высота до потолка огромная и все это тачками и тачками возили возили бульдозера не было но кто был у вас здесь ну-ка поднимите на Семаховском кто был вот посмотрите сколько людей было вот самая ответственная работа была врата и все закончили даже даже знаю всю работу и не верилось и как у нас ответ там был как все все приготовили как радостно жить все разрубшись и нет солнышко светит а мы еще найдем работу если Господь будет звонить немножко там на огороде а остальное займемся граммами сейчас поедем мы возьмем лопаты штыковых попутно едем тябле солодка солодка в 6 раз слаще сахара и она употребляется при всех лекарствах самых горьких ну 2500 лет почти китай пользуется и вы будете своими руками добывать мыть ее раздреживаться такими тюбиками корень бывает толстый тонкий и потеряем всем этим богатым нынче правда нету пижмы колен было нигде не нашли а Антоний это он просто сказал что нужно достать бы желательно не знаю я молен его фамилия так кажется так хороший человек он с вами как раз считает попыль видите люди которых мы не знали нас родила кровь Христа мы не бедные поэтому нас не сродила милостыня но так как участвовали во всем корректура новая прошла по-новому все все стихотворения перемолотили я бы один даже не решился а вот благодаря тому что мы познакомились у нас такое общество типографии ну не больше на неделю две получим все можно будет брать ну это специалист какой главное это письмо православие я принес я тему заканчиваю позаботьтесь чтобы у вас что-то было для будущего сегодня есть завтра день и при том мы еще уже торгуем это наш труд я собирал его издавал платил мы вышли на арену переиздать ну это может я уже забахнулся 5 тысяч но желание такое вспоминать будете как все вопросы вопросы у меня вопрос значит можно купить новый завет первый тонн да? что надо взять отдельно 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 можно трехтомник отдельно первый тонн нет трехтомник можно понять Отдельную книгу, вот так одну нельзя, только три, а на третью, а на третью, а на вторую книгу. Вопрос-ответу, благодаря Богу и уезжаем. Блаженную и принесторочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херубин, и слабнейшую без сравнения Серафим, Без искрения Бога снова рожьую, сущую Богородицу Тя величаем. Константин, поблагодарите Бога. Господи, благодарю Тебя за занятия, за Слово Божие, которое Ты дал нам для изучения. Благодарю Тебя за всех собравшихся здесь, за это здание, то, что сохранил. Слава Тебе, Божий, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус.